Хотите побывать на Пальмовых островах или узнать о странностях Германии? Канал Масштабы расскажет тебе, где можно встретить пещеру светлячков, попить кофе на краю земли и найти самые большие кристаллы на земле, а также многое другое. Подписывайся, ссылка в описании. Новая игра Pokemon Go буквально взорвала интернет. Мир настолько увлекся этой игрой, что в новостях не перестают говорить о ней. По телевидению, в ленте важных событий, в социальных сетях только рассказывают, как и где поймать очередного покемона. О чем и будет сегодняшнее видео, как играть в эту игру и что делать после ее установки. Используйте систему отслеживания для поиска покемонов. Много вопросов относительно этой игры пока остаются без ответа, однако мы, по крайней мере, знаем, как такие системы работают. Систему отслеживания вы найдете в правом нижнем углу экрана. Она поможет вам найти покемона, который вам нужен. Чем больше следов под изображением покемона, тем дальше он от вас. При этом покемоны отсортированы так, что левый, верхний, самый ближний к вам, а правый, нижний далеко. Это поможет двигаться в нужном направлении к желаемому покемону. Вначале просто идите куда-нибудь. Если покемон упал на одну позицию в списке, это может быть глюк. Подождите немного. Если он упал на 2-3 позиции, вы идете не туда. Система странная, но работает и помогает. Ловля покемонов. В начале игры ловля покемонов будет вашим главнейшим занятием, поэтому крайне важно ознакомиться с парочкой советов, которые помогут в этом нелегком деле, особенно если у вас мало покеболов. Кольцо вокруг покемона. Это не только индикатор времени броска, но и показатель сложности ловли этого покемона. Покемона с зеленым кольцом поймать довольно просто, а желтого потруднее. Но все-таки можно, а с оранжевыми и красными все не так просто. И возможно вам придется использовать покебол получше или потратить кучу обычных покеболов в попытке поймать добычу. Кидать покебол нужно, когда кольцо сужается до минимума. Тогда шанс поймать гораздо выше. Для точности броска рекомендуется использовать небольшой, а указательный палец. Эволюционируйте покемонов. В Pokemon Go вы можете не только ловить, но и развивать ваших покемонов. Сила покемона определяется показателем CP – Combat Points, что в общем-то похоже на привычный нам уровень. Чем больше CP, тем больше уровень покемона. CP можно увеличить с помощью звездной пыли, которая добывается путем поимки новых покемонов. Конечно, вы можете эволюционировать покемона, однако в отличие от остальных игр для этого нужен не уровень и не особые камни для покемонов. Эволюция происходит, когда вы набираете достаточно конфеток для этого типа покемона. Каждый раз, когда вы ловите покемона, вы получаете конфеты, а также можете получить дополнительные конфеты, передав покемонов этого типа профессору Уиллоу. Будьте внимательны, когда передаете покемона, и не отдавайте ваших лучших. Передача данных и использование батареи. Покемон Го, конечно, крутая игра, но ужасно расходует батарею. К счастью, в игре есть встроенная функция экономии батареи. При этом основные функции, такие как GPS или уведомления о появлении рядом покемонов, будут работать, однако батарея будет расходоваться меньше. Что касается использования и передачи данных, игра передает около 10 мегабайтов в час, что будет честным довольно мало, однако это тоже стоит учитывать, если у вас есть ограничения трафика. А что насчет обмена покемонами? Во время первого анонса говорилось, что в игре будет система обмена покемонов, но вы ее так и не ввели. В данный момент в игре нет функции обмена покемонами, но будем надеяться, что она появится, ибо невозможно представить себе игру о собирании покемонов без возможности их обмена. И, наконец, ребята, будьте осторожны с этой игрой, серьезно. Это, конечно, круто, что люди стали выходить из дома и изучать окрестности, но будьте внимательны, в интернете появляются фейковые истории, заставляющие СМИ кричать о том, как ребенка избили за то, что он залез на участок соседа в поисках покемона. И хоть это и фейковая история, но такая ситуация, а то и хуже, вполне может произойти. Поэтому, пожалуйста, не доводите до этого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok